уважаемые студенты мы продолжаем изучение курса академическое письмо на прошлой лекции мы с вами говорили об авторских правах об плагиате и антиплагиате а сегодня мы с вами постараемся рассмотреть два вопроса первый построение научного текста и второй правила научного цитирования очень важного для современного исследователя начиная уже с вузовского уровня таким образом рассмотрение этих двух вопросов является главной целью нашей сегодняшней лекции что касается библиографии кто литературе что я вам рекомендовал к изучению на предыдущих двух лекциях я добавляю еще пожалуй работу бережного и российской исследовательницы которая написала учебник под названием основы научно-исследовательской деятельности студентов москва 2008 год издания ну еще раз вам рекомендую работу екатеринбургской исследовательницы бут юлии евгеньевны которая называется академическое письмо для историков и книга вышла в екатеринбурге в 2019 году и так первый вопрос построение научного текста мы его разберем очень вкратце для академического письма чаще всего характерно простая структура вступление основная часть и заключение так например в эссе во вступительной части автор информирует читателя о характере темы который обсуждается и оцениться в основной части во вступлении можно также кратко изложить двух или более фразах собственное мнение по данному вопросу который затем будет подробно изложено в основной части в основной части даются ссылки на другие научные работы и обосновывается собственное мнение заключение представляет собой вывод в котором суммируются ключевые пункты изложенные в научном сочинении в заключительной части намечаются также перспективы исследования связаны с рассмотренными вопросами ну и в теперь поподробнее о правилах научного цитирования существенное различие между академическим письмом и другими жанрами письменной речи основана на цитировании и ссылках если высказывается осуждение о чем-то в рамках жанров академического письма то с большей вероятностью собственное мнение автора поддерживается путем связи с тем что ранее опубликовал другой автор или автор ссылки на работу других авторов занимает центральное место в академической литературе поскольку показывают что исследователям прочитана литература поняты идеи и интегрированы проблемы и различные перспективы в его собственную работу международные академические конвенции признают три техники цитирования запомните запишите пожалуйста первое прямое цитирование второе парафраз и третье резюмирование две последние иногда обобщенно называют непрямым цитированием и так есть простая классикация прямое цитирование непрямое а есть более сложная три техники прямое цитирование парафраз и резюмирование студенты вузов часто считают прямое цитирование наиболее простым безопасным способом включения чужих материалов свой текст однако следует помнить что избыточное цитирование делает работу компилитивным лишенные научной новизны и практической издачивости в академической среде сложилась практика считать нормальным объем цитирования 5-10 процентов от всего текста поэтому естественно нужно подумать о других техниках цитирования или изложения чужого материала общественно-научные и гуманитарные исследования имеют свою специфику вопрос о том насколько длинная может быть отдельно взятая прямая цитата также или будет регулируется соображениями целесообразности в великобритании например максимальный объем цитаты не должен превышать 300 слов в соединенных штатах америки максимально размерную цитата не должен превышать 5 процентов от цитируемого произведения в россии сложилась практика что одна цитата не должна превышать одну страницу это максимум у нас же студенты зачастую в своих рефератах контрольных работах допускают по две-три страницы чужого текста и потом только ставят ссылку считают что все в порядке на самом деле нельзя нельзя использовать такие длинные цитаты прямое цитирование законодательных актов международных и государственных стандартов норм требований должно проводиться строго по первоисточникам такая информация является публичной и общедоступной и цитирование по вторичным источникам в этом случае будет неоправданным то есть поймите если вы цитируете какой-то законодательный акт лучше процитируйте его извините по кодексу там административному гражданскому или там если это положение конституции то по конституции а не что-то наподобие вот на таком-то сайте так сказать да процитировали конституцию да и вы делаете ссылку на сайт а не на какой-то другой более солидный серьезный источник прямое цитирование иностранных источников имеет свои особенности если язык научной работы русский то цитата из источника приводится не на языке оригинала а на русском языке дело в том что а может быть так в русскоязычном издании процитирована работа полнезурбежного исследователя и она дается в переводе на русский язык и вы естественно цитируете не тот труд американского немецкого английского или испанского ученого а вы цитируете естественно ту книжку из которой вы взяли собственно говоря вот из этого русскоязычного издания потому что в этом случае именно тот эту книжку так сказать вообще он написал сделал перевод он отвечает за содержание перевода за достоверность этой цитаты так что нужно здесь делать тоже получается все правильно если из-за странного источника цитируется полное предложение или несколько предложений то в подсрочном примечании указывается имя переводчика например перевод автора или здесь и далее в переводе автора проблематика исторических работ обычно не требует изобилия изобилия прямых цитат максимально допустимого объема если целью вашей работы не является детальный разбор источника то вам нужно не столько цитировать сколько перефразировать или кратко излагать идеи автора чтобы затем сопроводить своими комментариями именно поэтому историки гораздо чаще других ученых используют техники парафраза и резюмирования и та и другая заключается в изложении идеи другого автора своими словами при этом резюмирование это сокращение оригинала для выражения ключевых идей а парафраз это изменение акцента или фокуса но не содержание при сохранении оригинальной длины парафраз используется для передачи содержания небольших фрагментов текста обычно одного предложения или части предложения перефразировать следует в том случае если вы хотите включить свой текст мысль другого автора из определенного предложения но его точные слова для вашей работы значения не имеют то есть смысл предложения вы не меняете но пересказывайте его другими как говорят своими словами и используйте другую синтактическую структуру которая более соответствует вашему собственному тексту и аргументации разумеется и при этом крайне важно указывать источник информации тот факт что вы изменили лексику и синтаксис вовсе не означает что теперь эта идея ваша ведь вы заимствовали ее у другого автора иногда при использовании чужих идей в своем тексте оправданным будет не не парафраз а резюмирование резюмировать следует в том случае если вы собираетесь во-первых предоставить обобщенную информацию ссылаясь на сразу на несколько источников а второе кратко изложить объемный теоретический материал третье включить отрывок из чужой работы длина которого превышает максимально допустимый объем для прямого цитирования напоминаю в разных странах этот объем различный но никогда не желательно чтобы это было больше одной страницы историк всегда прибегает к резюмированию при написании историографического обзора по проблеме исследования который является неотъемлемой частью научной статьи монографии или диссертации резюмирование как и парафраз может вызвать трудности у студентов не забудьте в конце своего резюме поставить библиографическую ссылку на резюмируемый источник для библиографические ссылки по своему типу могут быть полными и краткими первичными и повторными полная ссылка содержит весь комплекс библиографических сведений а краткая ссылка только их часть кстати краткая ссылка применяется в том случае если вы включаете некоторые библиографические сведения в основе текст поэтому их не обязательно дублировать в ссылке то есть если вы в работе пишите там такой-то исследователь с такой-то работе значит да вот говорит то 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 в ссылке можно указать автора так сказать и там допустим страницу да так с которой именно взят этот фрагмент кроме того при первичной ссылке на источник библиографические сведения приводятся без сокращения то есть если вы пишете какую-то работу и в ней цитируете какого-то автора ну допустим три раза то при первом цитировании вы полностью указываете в сноске ссылки полностью указывается фамилию инициалы так сказать полностью название работы где когда она вышла так сказать каком издательстве и так далее так далее во время второго и третьего цитирования вот так вот полностью приводить все сведения нет необходимости можно написать фамилию инициалы и название работы или часть названия работы поставить многоточие и написать страница такая то есть прошлый раз была страница 28 сейчас страница 54 и все итак при повторной ссылке на тот же самый источник библиографические сведения приводится в сокращенной форме указывать только имя автора или автора заглавия и элементы отличающиеся от первичной ссылки ну допустим номер тома чтобы это крайне редко и чаще его просто номера страниц вот то есть ссылка на тот же источник но цитируются разные страницы поэтому только фамилия заглавие и новая вот эта вот страница таким образом можно сделать выводы и так о чем мы с вами сегодня поговорили на этой нашей третьей лекции по курсу академическое письмо построение научного текста самое краткое так света это введение основной части заключения естественно у каждой из этих частей есть свои так сказать какие-то определенные структурные элементы есть своя особая структура сейчас особенности написания вот и мы будем в этом данном курсе там ближе к концу нас как раз будут идти темы связанные с написанием дипломного проекта и целая отдельная лекция будет посвящена структуре написания и введения к дипломному проекту потом особенности написания основной части и что вы будете писать в заключении какова должна быть его структура что в заключении пишется что не пишется и так далее так далее так что построение научного текста мы сейчас затронули очень вкратце и подробно поговорим об этом в конце курса а что касается правил научного цитирования вот так теоретически на слух это воспроизводить довольно трудно да вот ну как правило нам конечно же нужно будет отрабатывать элементы вот этого цитирования на практике то есть на семинарских занятиях или на занятиях по срсп вот там конечно же когда вы наглядно увидите разницу между прямым и косвенным цитированием да вот когда вы сами сможете сделать парафраз или резюмирование какой-либо работы тогда естественно вам будет гораздо легче уже освоить вот эту разницу да между ссылками прямыми и непрямыми так сказать да вот и вот эти правила научного цитирования будут вами не только теоретически как бы да усвоены но и практически тоже тоже так кстати войдут в ваш комплекс умений и навыков ну и у нас остается не так много времени я сейчас расскажу о чем мы будем говорить на следующей лекции и задам традиционные пять вопросов на закрепление темы таких контрольных вопросов значит на следующем знаете мы будем говорить о принципах конспектирования типах конспектов и роли конспектирования в работе с источниками литературы в процессе исследования это очень интересная важная часть потому что студент должен уметь конспектировать материалы поскольку историки работают с большим объемом текстов зачастую так сказать да и умение правильно конспектировать в общем-то будет выделять вас в лучшую сторону вы экономите вам массу времени а вот и вообще оно будет вам безусловно необходимо при написании любых так сказать да при работе с любыми материалами при написании любых письменных работ в том числе научных ну и теперь переходим к контрольных вопросов и так первый вопрос сколько техник цитирования существует в настоящее время и принято международным научным сообществом я об этом говорил в самом начале второй вопрос каков максимальный объем одной цитаты допустим в англии соединенных штатах америки и в россии если вы найдете сведения о том каков разрешенный максимальный объем у нас в казахстане я буду вам очень признательным я пока не встречал так сказать такого факта или такой цифры третий вопрос чем научный язык и текст отличается от литературный четвертый вопрос с какой целью используется парафраз и пятый как основная структура научного текста